Как готовить и приготовить кофе с лимоном правильно. Как не умереть молодым от инфаркта или инсульта от одной чашки кофе с лимоном. Полезные советы диетолога Скачко. Как приготовить кофе с лимоном. Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачко. А я врач, питотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и варшур в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть еще некоторые особенности. Как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно, как приготовить кофе с лимоном правильно. И не умереть молодым от инфаркта. И вы узнаете полезные советы диетологов, которые нужны не просто для вашего здоровья, а для вашей жизни. Что мне нужно для этого? Турка, кофе, сахар, вода, лимон, ложка, вилка, нож. В общем, сейчас я запущу процесс приготовления кофе в турке. И расскажу значимость каждого из этих элементов для вашего здоровья и для вашей жизни. Беру турку. Я предпочитаю такого размера. Кофе пока не скажу какой. Количество на такую турку полторы-две таких ложечки. Кофе обязательно закрыть, он не любит воздух. И дальше, как я часто об этом говорю, кофе нужно оживить. Поэтому не вода, а огонь. Огонь у меня уже горит. Я его уже настроил. И буквально 20-30 секунд нагревания нужно провести. Для того, чтобы подсохшее зерно кофе, а размалывал я его перед употреблением, перед приготовлением кофе, оно немножко заснуло. Вот чтобы его разбудить правильно, нужно немножко прогреть дно турки и кофе вместе с ним. Заливаю воду. Дыма нет. Слушайте внимательно, будет ли шипение. Шипение состоялось и пошел пар. Я все сделал правильно. Так, залью сейчас пол водочек. И расскажу значимость каждого элемента системы для вас. Вода, если вы заметили, продолжает фильтроваться. Вода уже готовит тоже перед употреблением. Итак, элемент номер один. Первый. Кофе. Какой выбрать кофе? Я скажу так. Если вы хотите приготовить кофе с лимоном, здесь должна быть только арабика. Почему? Содержание кофеина в арабике примерно 0,5%. Содержание кофеина в рабусте 2,5%. Содержание кофеина в произвольном купаже зерен арабики или рабусты больше, чем 0,5%. А лимон увеличивает растворимость кофеина. Иными словами, действие на вашу сердечно-сосудистую систему. И если вы не знаете свой уровень здоровья, то только арабика. Первый полезный совет диетолога. Для кофе с лимоном только арабика. Вы можете заварить в турки и рабусту. Но! После того, как разрешение вам даст врач-кардиолог. Просто сосуды у современного человека начинают менять свою прочность и эластичность. У мужчин с 20-летнего возраста уже может быть там атерослероз. А у женщин с 35-летнего возраста. Да, раньше женщины после климакса могли о своих сосудах не беспокоиться. Сегодня нужно думать значительно раньше. Просто гормональные изменения, характерные для климакса, у современной женщины стартуют в возрасте с 35 лет. Поэтому там только арабика. Кофеин усиливает активность не только мозга, но и сердца. Сердце начинает работать более интенсивно. А времени на восстановление ему теперь уже не хватает. Просто при пульсе 60 ударов в минуту сердце в одном сокращении сокращается от 0,1 секунды. А 9,1 восстанавливается. Потому как одно сокращение в секунду. Если у вас пульс 120 ударов в минуту, то сердце продолжает работать одну десятую секунды. Но! Теперь уже за одну секунду у нее два сокращения. И с вами она работает 0,2 секунды. А на каждое сокращение, при котором сердце работало одну десятую секунды, приходится всего 0,4 секунды на восстановление. То есть время на восстановление более чем в два раза меньше. Время работы сохраняется прежним. Сердце как работало, так и работает. А восстанавливается более чем в два раза меньше. Именно поэтому износ сердечной мышцы увеличивается. Кофеин увеличивает частоту сокращений сердца. Даже у здоровых людей. Если вы находитесь в состоянии покоя, то вместе с усилением энергетики мозга это даст вам возможность выдать новую креативную идею. Провести мозговой штурм. Причем штурм реально проводит ваш мозг. А вы находитесь в состоянии покоя. Но! Сердце работает так, как будто бы вы быстро идете. Либо медленно бежите. Иными словами, кровообращение усилено. Мышцы его в крови и содержащиеся в крови полезные вещества и кислород не употребляют. А потребляет мозг. Вот отсюда и креативное поведение. Если вы используете кофе с лимоном, то в данном случае только плюс. Компонент второй, который важен для вашей жизни, чтобы не умереть молодым, это турка. Я не просто так выбрал турочку большую. Даже арабика, находящаяся чайная ложка арабики в такой турке, создаст концентрацию кофеина. Примерно как робуста в большой турке. Я позволю себе немножко помешать. И уберу ложечку. Она мне для приготовления не нужна. Пока. И если вы хотите завалить арабику в такой турке, то разрешение вам может дать только врач-кардиолог. И это второй полезный совет диетолога, который спасет некоторым из вас вашу жизнь. Вы не знаете реальное состояние сердечно-сосудистой системы? И проверять таким уникальным способом я бы вам не советовал. В такой маленькой турке могут быть скрыты серьезные проблемы. Поэтому я ее убираю из кадра. Она нам больше не понадобится. А понадобится еще один компонент, который очень важен для вашего здоровья. Самое время его поместить к месту. Это сахар. Сахар не уменьшит опасность для вашей жизни. Кофе с лимоном. Но улучшит ее качество. Просто растворимость некоторых полезных веществ в кофе увеличивается, когда там есть немножечко сахара. Это можно даже человеку с сахарным диабетом использовать. И в данном случае это нам не повредит. А полезные свойства напитка увеличит. Сахар пока нам не понадобится. Если захотите конечный продукт употреблять сахаром, это ваш выбор. Он действительно так вкуснее. Но расскажу еще про один компонент. Вода. Вода тоже имеет значение. Имеет отношение к небезопасности системы. Здесь и сейчас. Не опасна для вашей жизни. Сейчас. В связи с употреблением кофе. Но в перспективе. И определить, какая вода вам нужна, вы можете посмотреть на своих кровных родственников. У кого-то возможно уже есть солевой диатез. А возможно уже и камни, оксалаты, кальций, либо магния в почках. У кого-то есть обмен на дистрактические заболеваниях суставов. И выбор воды может предотвратить движение вас по вашей генетике. Какая вода нужна? Безусловно, очищенная, но правильная. От микроорганизмов, вирусов, грибков и токсичных продуктов жизнедеятельности. Я воду, если вы обратили внимание, фильтровал в процессе этого видео. Мне нужна свежеприготовленная вода. В которой не успеют размножиться эти паразиты, которые находятся в окружающем вас воздухе. И вы не получите кофе с лимоном и бульон из бактерий, вирусов и грибков. Также я бы советовал удалить экотоксины. Я имею ввиду пестициды, гербициды, соединение хлора, тяжелые металлы, радионуклиды. Они все могут быть в разных видах питьевой воды. Так как вы это видео можете смотреть в любой точке планеты. И их также нужно удалить. Но что нужно оставить в воде для приготовления кофе? Соли жесткости. Именно соли жесткости могут связать тот элемент, который находится в кофе. Это щавелевую кислоту. Или щавелевая кислота свободная. Попадая в ваш организм. Выведет у вас соль и кальция. И у вас появится обмен на дистрофические заболевания суставов. Либо в лучшем случае мочекаменная болезнь. Солевой диатез. А также удалить магний. А магний. Снижение уровня магния в организме. Это стрессовая активность. Которая в сочетании с кофеином и лимоном. Вода может создать новую проблему для вас. Иными словами. Для того, чтобы принимать, заваривать кофе на неправильной воде. Вы должны сходить еще к невропатологу. Либо к психологу. Чтобы они объяснили вам. Как правильно вести себя в переменных условиях окружающей среды. Когда стрессов достаточно много. Но не все умеют на них правильно реагировать. Поэтому выбор воды очень важен. И вода это великолепный растворитель. Который поможет извлечь все полезные вещества из кофе. А соль и жесткости щавелевую кисту заблокирует. Вот пить вам просто. Приготовить вам кофе в турке с пенкой. Либо приготовить кофе с лимоном. Определяют опять-таки ваши родственники. Если у вас уж слишком рано. Родственники знакомы с диагнозами артроз. Остеоартроз. Подагров. Мочекаменная болезнь. Солевой диатез. Я бы вам кофе с лимоном не советовал. Дело в том, что то, что сделают соль жесткости с щавелевой кислотой. Они ее нейтрализуют. Лимон переведет оксалаты кальция или магния в растворимое состояние. Иными словами, лимон заберет лимонный сок. Заберет на себя соль, кальция и магния. Кальций и магний. А щавелевая кислота освободится. И теперь уже выведет эти соли из вашего организма. Поэтому показан вам кофе с лимоном, либо не показан, определяет ваша генетика. Это еще один полезный совет диетолога, который прозвучал в этом видео. Ну, кофе практически у меня подходит к процессу приготовления, подходит к завершению. Эти компоненты мне сейчас не нужны. И если вы все же решились приготовить кофе с лимоном, то истинными словами, врач-кардиолог вам дал добро. Врач-психолог посоветовал вам правильно, как правильно относиться к стрессовым ситуациям. И в роду у вас нет больных с мочекаменной болезнью, с солевым диатезом, с заболеваниями суставов, с подаврой. Вы можете использовать лимон. И для этого мне нужен, конечно же, нож и вилка. Нож позволит лимон хороший. Лимон не технический. Косточек я практически не вижу. И для того, чтобы подготовить чашку к приготовлению кофе, мне достаточно. Мне нужна вилка. Вилка поможет мне некоторое количество сока. Выдавить. Чашечку. Сока много не нужно. Буквально пол чайной ложки. Коффе с лимоном готово. Я бы по вкусу все-таки добавил. Слишком много будет кислоты. Добавлю сюда сокорок. Буквально пол чайной ложки. Этой чашечке не повредит. Ну и наш кофе готов к попаданию в чашку. До приготовления кофе с лимоном. Что это нам дает? Дает хороший тонус, хорошую креативность. И самое главное, как правильно употреблять кофе с лимоном. Тоже имеет огромное значение. Это еще один полезный совет диетолога. Не нужно пить кофе залпом. Наслаждайтесь его вкусом. И когда вы наслаждаетесь вкусом, вы еще можете наслаждаться и ароматом. Как только вы проглатываете кофе, вкусовые рецепторы в желудке уже отсутствуют. И наслаждение вы не получите. А если вы будете быстро употреблять кофе с лимоном, очень жесткий удар получат ваше сердце и сосуды. И возможный риск, особенно если кофе с лимоном идет перед физической работой. Будете вы заниматься после чашки кофе с лимоном спортом, либо сексом. Это, как говорится, ваш выбор. Но я бы даже смеяться вам активно не советовал. Это разные виды физической нагрузки. Которые в данном случае ваше сердце будет вынуждено обеспечивать более интенсивной работой. Соответственно, изнашиваться. Кофе практически готов. Я огонь имею право выключить. Можно поднимать пеночку несколько раз. Для того, чтобы все поднятые со дна еще не до конца промокшие водой, пропитанные водой частицы кофе опустились. Ну, в принципе, я могу этого не делать. Так они тоже опустятся. Пеночка останется. А то, что не нужно попасть в чашку, оно осядет. Взял немножко пенки. По большому счету самоперемешивание произошло. И наш кофе с лимоном готов. Но! Кофе с лимоном безопасный для вашего здоровья. И самое главное для вашей жизни. И пока я буду наслаждаться этим крепким напитком. И полезным для здоровья. Вы уже можете поставить лайк на это видео. Можете отправить ссылку на это видео своим друзьям. Знакомым. Родственникам. А я после употребления этого волшебного напитка попробую более креативно написать следующее видео. И разместить на своем канале. До новых встреч на моих каналах. Доктор Скачко и Школа Доктор Скачко.